Всем привет! Всем огромный привет от Диты из Канады. И сегодня поговорим о Канаде. Сейчас поедем купим кофе, я потом где-нибудь запаркуюсь и будем разговоры, разговаривать, потому что я не хочу по вашим ушам ездить своим звуком из машины. Всё, поехали. Я сегодня хочу поговорить о Канаде. Почему? Потому что я живу в Канаде, я не знаю, мне эта тема интересна, я надеюсь, что вам тоже интересно. Если не интересно, то дождитесь следующего видео. Я живу в Канаде с 2008 года, и я сразу скажу, что мне эта страна очень нравится. Мне здесь очень хорошо, очень комфортно, я люблю эту страну. Здесь очень много чего хорошего, но, естественно, как и любая страна, здесь не всё идеально. И сегодняшнее видео я назвала таким, знаете, сильным таким названием, что меня бесит в Канаде, только потому, что YouTube, зараза, очень любит кликбейты и любит такие, знаете, такие очень активные названия с такими очень активными словами, просто вот что мне не нравится, или что мне не очень нравится, или что надо прям так, знаете, вот чтобы вот, что меня бесит, что я ненавижу. Но я не могу сказать, что ненавижу, меня не то, чтобы это бесит, но мне как бы это сильно не нравится, это я набрала 10 вещей. И я сейчас хочу с вами об этом поговорить. Первое, перейдём к делу сразу, да. Первое, что мне очень, очень не нравится и даже бесит меня в Канаде, это канадская медицинская система. Если вы немножко интересовались жизнью в Канаде, то вы, наверное, уже наслышаны об этом. Несмотря на то, что Канада довольно-таки высокоразвитая страна, и она очень с довольно высоким уровнем жизни и технологии и так далее, медицинская система в Канаде одна из самых несовершенных, я бы сказала. И это во многом выражается, в принципе, знаете, не то, чтобы здесь плохие врачи, или плохое оборудование, или плохие больницы, или что-то. Нет, всё с этим хорошо. Здесь очень, я считаю, неправильная система, вот медицинская система в целом. Кстати, хочу сказать, что медицина в Канаде бесплатная, абсолютно бесплатная. Как только вы приезжаете в Канаду, и вы получаете статус какого-то, легальный статус какой-то в Канаде, вы сразу получаете медицину, но не совсем. Вот в Антарию нужно прожить три месяца, вы приезжаете, живёте три месяца, вы подаете прошение, так сказать, о медицине, и вы её получаете через три месяца, что, в общем, практически сразу, и она совершенно бесплатная. Неважно, какой у вас доход, много вы зарабатываете, вообще зарабатываете ли вы что-то, или вы ничего не зарабатываете, у вас совершенно бесплатная медицина. И это как бы плюс и минус Канады. С одной стороны, это очень хорошо, что медицина бесплатная. Посмотрите, там, в Штатах, например, да, с медициной беда, и, в общем, во многих странах. Но, как мы говорим, и все об этом знают, что бесплатная не бывает... Не всегда, вернее. Бесплатный сыр только в мышеловке, и бесплатный не бывает очень хорошим по определению. И, естественно, поскольку медицина бесплатная, она как бы государственная, поэтому это не частный бизнес, а государственная организация. Поэтому очень-очень много недостатков, много бюрократии. В общем, то есть, знаете, как у нас в Канаде говорят, что лучше не болеть, а если уже болеть, то сразу вот замертво падать на улице. Тогда приедет скорая, вас везут в больницу, вас там, возможно, даже вылечат, и возьмут все анализы, потому что больница очень хорошая, в больнице хорошее оборудование, хорошие врачи, и они очень хорошо разбираются и знают, что делать. Поменял немножко свет, может быть, а может нет, не знаю. Ну, в общем, короче, а вот просто так, знаете, просто так болеть, это просто вот, в общем, можно болеть и болеть, и болеть, и болеть, и никакого толку. Значит, сейчас вкратце расскажу, какая здесь система. Здесь система такая, что для того, чтобы пойти к врачу-специалисту, например, к окулисту или к… нет, окулисты – это другая система, пардон, я ошиблась. Например, к врачу-гастроэнтерологу или к врачу-кардиологу. Вы должны сначала прийти к своему семейному врачу, которых тоже ужасно сильно не хватает в Канаде, во всяком случае в Антарию, и он вам даже должен дать направление к врачу-специалисту. Это будет как бы его решение. Он посмотрит вас, послушает, посмотрит вам в глаза, на какие-то другие части вашего тела и решит, нужно вам идти к специалисту или нет. Если ваш врач считает, что он все знает лучше всех, он сам может вылечить вас от любой болезни, то вы никогда не вывойдете к врачу-специалисту. А если вам повезло, и у вас такой врач, который не очень… во всяком случае не считает себя специалистом во всех болезнях, то вам, скорее всего, выпишут направление к врачу-специалисту, которому вы можете ждать очереди полгода и 7 месяцев, и 8 месяцев. Единственное, что если ваш врач напишет, что это срочно, тогда вы попадете, может быть, немножко пораньше. Но для того, чтобы он написал, он должен считать, что вы просто в ту же призмерти, а если он так не считает, то срочно он не напишет, что это срочный визит, и вы будете, ну, месяца 4, 5, 6, 7, 8, 9, в зависимости от какого врача и где вы живете, вы будете ждать этому врачу. Дело в том, что, ну, знаете, ну, не всегда же сразу видно, понимаете, бывает же, что врачи ошибаются. То есть вы можете ждать и, в общем-то, не дождаться иногда, не дай бог, в некоторых случаях, что, конечно, очень обидно и неприятно. То же самое со всеми операциями. Ну, если, конечно, это срочно, если это, не дай бог, рак или что-то такое, то вас, конечно, быстро прооперируют более или менее. А если это что-то не очень срочное, то есть жизни вашей ничего не угрожает, то вы можете ждать очень долго и очень нескоро попасть на операцию. В общем, ну, вот таким вот образом. То есть вот такая вот система очень такая, знаете, никто никуда не торопится, все-все хорошо. Поэтому, кстати, очень часто в больницах канадских, в emergency room, ну, вот это первое место, куда вы приходите, когда вы приходите в больницу, там можно сидеть и 6, и 7 часов, и полдня, и всю ночь. В общем, потому что люди очень часто, отчаявшись попасть к врачу-специалисту, просто едут в больницу, приходят и говорят, мне болит живот, мне болит сердце, мне болит то, мне болит все. И там уже в больнице просидевший полдня, упрождавший или день, в очереди вас возьмут и сделают вам все анализы, и сделают вам кардиограмму, и сделают все необходимое, и тогда вы, ну, в общем, либо оставят, если вы больны, либо отправят домой, если у вас ничего нету, в общем, вот так. Вторая вещь, которая меня очень бесит и раздражает в Канаде, это очень высокие налоги и очень дорогая жизнь. В Канаде очень дорогая страна, здесь безумно дорогая недвижимость, причем она становится дороже и дороже с каждым днем, вообще-то говоря, я бы сказала. Здесь очень высокие налоги, вы можете очень хорошо зарабатывать и иметь такой довольно высокий уровень зарплаты, но вы должны понимать, что вы половину своей зарплаты, практически почти что половину, отдаете государству в налоги. То есть разница между чистой и грязной зарплатой, она колоссальная. И бывает так, что люди, которые зарабатывают очень много, в конце концов на руки получают не намного больше, чем люди, которые зарабатывают не очень много, просто потому, что те, кто зарабатывают много, они очень-очень много денег дают налогами. Ну, это как налоги и зарплаты. А еще плюс ко всему, любая покупка, любая сделка, совершенная в Канаде, обкладывается налогом 13%. Это в Онтарио 13%. Каждая провинция имеет свой налог, потому что он состоит из двух частей. Он состоит из провинциального налога и государственного. Значит, поэтому каждая провинция имеет разные налоги. Ну, в Онтарио 13%. Значит, вы подходите, допустим, вот просто пример, подходите в магазине, вы видите туфли, которые стоят 100 долларов, вам они нравятся, вы думаете, 100 долларов, хорошая цена. Вы приходите на кассу, и вы платите не 100 долларов, вы платите 100 долларов, плюс 13% от 100 долларов, и вы платите вот на такую вот сумму. То есть любая мелочь, которую вы покупаете, есть некоторые вещи, которые исключения, на которые не платят налоги, это, по-моему, какие-то продукты первой необходимости, типа хлеб, молоко и яйца, я не уверена на что-то такое. Но еда, если вы, например, делаете ремонт у себя дома, и к вам приходит человек, он говорит, допустим, там, почините, это будет стоить, например, 5000 долларов. То есть вы должны понимать, что 5000 долларов – это цена, но 5000 долларов будет стоить вам? Не будет, а будет стоить 5000 долларов плюс 13% с 5000 долларов. Это как бы, даже об этом даже не говорится. То есть понятно, что если вы платите за что-то, вы должны еще заплатить налог. Все абсолютно. Одежда, ну вот услуги, еще раз там, ногти, например. Если вы идете делать ногти, то это стоит столько-то, и вы, когда приходите на кассу, то вы платите вот эту цену плюс 13%. То есть везде, везде, везде вы абсолютно платите больше, чем написано на ценнике, что в общем раздражает, очень бесит, особенно сначала, потом я привыкла, но все равно у вас в голове как-то не просчитывается это. Это все равно вы смотрите и вы думаете, это вещь стоит 100 долларов. Вы не считаете, что это как бы… Ну вот 100 долларов у вас и сидит в голове. Так хорошо, если это 100 долларов. А если вы покупаете машину, например, которая стоит там 20-30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов машина, вы должны иметь в голове, что это не 50 долларов машина, что это 50 долларов плюс 13% от 50 тысяч, которые вы еще плюс заплатите к этим 50 тысячам, которые стоит машина. Ну, в общем, это страшно раздражает и очень бесит. Я считаю, что лучше бы они сразу включали этот налог в цену, потому что тогда как бы у вас была бы более реальная картинка, что вы платите, сколько вы должны заплатить за все, абсолютно за все, что вы покупаете или там заказываете. Отсюда, в общем, достаточно дорогой уровень жизни, очень дорогой. У нас вообще вот все дорого, намного дороже, чем даже в Штатах. Наш единственный сосед, начиная от продуктов, кончая одеждой, теми же машинами, теми же услугами, электротоварами. Я это знаю совершенно точно, потому что у меня в Штатах живет сестра, и мы с ней как бы сравниваем цены. Плюс еще там наш доллар другой, ну, даже вот бензин, ну, вот абсолютно все-все-все в Канаде. Третья вещь, которая не очень удобная в Канаде, не то чтобы меня это уж прям так бесит-бесит, но это как бы такой, знаете, минус Канады. Канада находится очень далеко от всего. От цивилизации, так скажем, да, вот, ну, как вся, как весь американский континент. То есть, например, вот для того, чтобы путешествовать, вы можете поехать легко в Штаты, вы можете легко поехать на Карибу, то есть там Мексика, Доминикана и так далее. А вот для того, чтобы полететь в Европу, это уже некоторый такой напряг. Это надо много часов лететь, это довольно дорого стоит билеты на самолет, это другое время. Не забывайте, что у нас мы живем в другом часовом поясе. И вот представляете, что вы приехали на неделю в отпуск, вы приехали первые два дня, у вас джетлик, это вот это самое вот другое время. И вы прилетаете, и когда вы привыкли, что в это время у вас день, а там ночь или наоборот, и вы прилетаете, и вы как сонная тетеря, вообще такой филин ходите по этой Европе, засыпая на ходу, падая, значит, в спячку везде, где вы можете только сидеть. И так два дня, где-то на концу второго, на третий день вы приходите в себя, вы привыкаете к этому времени, и вы более или менее начинаете, как бы воспринимать то, что вокруг вас происходит. Но, в принципе, полтора-два дня ушло, знаете, на вот это вот в тумане таком хождение. А потом вы прилетаете домой назад, и вы снова должны, у вас уже как раз время поменялось на европейское, вы прилетаете назад, и вы снова начинаете в тумане уже ходить по родной Канаде, и вам при этом нужно бежать на работу, как правило, потому что отпуска у нас маленькие. Ой, это, кстати, еще один минус, я вот не включила его, но давайте вместе с отпусками, вместе с перелетами и с неудобством путешествий я включу это в то же самое, в то же самый пункт. Значит, вы прилетаете домой, отпуска у нас не очень большие, вам нужно сразу бежать, желательно на работу, потому что отпуск жалко еще сидеть дома, и вы первые два дня на работе сидите вот такой же совой дурной и засыпаете на ходу, работать не можете, ну, в общем, как бы это все очень неудобно. И, кстати, вот я сказала, что отпуска, да, отпуска очень маленькие у нас, то есть вот нормально такой средний отпуск две недели в Канаде, а потом уже по выслуге лет. Чем дольше вы работаете в компанию, тем дольше у вас отпуск. Но сначала очень долго вы работаете, у вас отпуск две недели, то есть фактически это 10 рабочих дней. Все, все, понимаете, то есть вот и там уже как хочешь крутись. Поэтому отпуска все берегуются, стараются как бы его сохранить и не использовать лишнее, лишнее, как бы без толку, безназности. Вот, но вот эта вот далекость расположения от Европы, мы когда переехали в Канаду, знаете, я поняла, что в Европу мы, скорее всего, приедем, поедем очень-очень нескоро, потому что все это длинные перелеты, дороговизна, и вот этот другой часовой поезд, это все как бы думаешь, ну ладно, ну поедем в Штаты куда-нибудь или поедем там на Карибы куда-нибудь там. Ну, в общем, понимаете, то есть вот для меня это немножко напрягает и мне обидно, потому что я очень люблю Европу, очень люблю ездить, и вот эта вот далекость расположения нас от цивилизации, это как бы не очень удобно. Значит, четвертый пункт, который меня очень раздражает в Канаде, причем чем дальше, тем он меня больше раздражает, это овертолерантность, так скажем, или шугаркоутинг, это два таких, ну, толерантность, вы знаете, что такое овертолерантность, это люди толерантны до маразма, знаете, вот вы понимаете, о чем я, да, и шугаркоутинг, это вам никогда не скажут правду в глаза, а вам будут плести вокруг да около, объяснять, рассказывать, например, шугаркоутинг, это знаете, как это сказать, это дословный перевод этого слова, это означает обваливание в сахаре, заворачивание в сахар, то есть любую горькую пилюлю вам завернут в сахар, чтобы она не была так горька, как бы, с одной стороны, это хорошо, и это как бы, в принципе, ну, знаете, канадцы очень доброжелательные и приятные люди, им неприятно говорить вам что-то плохое, они не хотят вас расстраивать, не хотят вас огорчать, но иногда, знаете, это превращается в какой-то просто, ну, вот, блин, ну, скажи уже, ну, да, да, я понимаю, что, ну, все плохо, уже скажите мне, это не надо мне, вот это вот, все очень хорошо, но, вот, вы знаете, вот, немножко плохо здесь, 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 и, в общем, в результате получается, что все плохо, знаете, на каком-то этапе, в какой-то момент это начинает просто действовать на нервы, потому что, когда вы ждете какой-то ответ, например, от учителя в школе, вам учитель никогда не скажет, что у вас ребенок плохо учится, или что что-то он делает неправильно, или что-то не так, он будет вас водить за нос вокруг да около, рассказывать, что у вас прекрасный ребенок, он такой замечательный, хороший парень, он, его все любят, его так любят все учителя, но вот он совершенно не может учиться, он тупой, он не тянет, он, он никогда вам этого не скажет, вам будет говорить, что все, все прекрасно, ваш мальчик замечательный, он замечательный, он прекрасный, но вот он, ну, чуть-чуть вот там, чуть-чуть здесь, вот, если капельку вот этого, вот, знаете, вот, вот, вы понимаете, что я имею в виду, и вот овертолерантность, то есть здесь нельзя назвать белое-белым, черное-черным, желтое-желтым и оранжевое-оранжевым, понимаете, все должно как-то быть так завуалированное, и все надо как-то так красиво говорить, и нельзя ни в коем случае назвать толстое-толстым, худое-худым, все должно быть очень, очень ненасказательным, и, в принципе, опять же, это хорошо, я не говорю, что, значит, надо называть толстое-толстому, худое-худым, я не за грубость, я не за то, чтобы, в общем, как бы, обзываться и называть, ну, как бы, не быть корректными в разговоре, и не быть толерантными, но есть какой-то предел, понимаете, потому что существует уже, иногда это доходит до такой степени абсурда, что-то, кажется, просто уже смешно, и вообще это просто перестает уже влезать в какие-то рамки разумности или чего-то, что вообще, потому что, когда вы не можете, вы должны фильтровать базар, каждое слово, которое вы говорите, вы должны думать, не обижу ли я кого-либо, сказавшие слово, не знаю, вы помните в предыдущем видео про Меган Маркл, я сказала, что у меня муж в моей племянке китаец, и запнулась, потому что я вдруг подумала, я могу говорить, не могу человека называть китайца китайцем, или уже, то есть у нас уже до такой степени нам голову вынесли мозги, вот этой толерантностью, что, ну, вы понимаете, что я говорю, да, я думаю, что вы все поняли. Еще один недостаток, скажем так, Канады, что Канада очень-очень традиционная страна, в Канаде очень сильны традиции. Опять же, это неплохо, с одной стороны, с другой стороны, это, ну, знаете, вот здесь все застыло, вот как бы, не то, что застыло, оно, конечно, двигается, мы все, у нас у всех есть айфон, и, слава богу, интернет, мы не то, чтобы там уже сидим там во льду и в снегах, и этим самым тарелкой ловим радар, да, нет, но здесь очень тяжело и очень сложно прививаются какие-то новшества, какие-то вот, ну, я не знаю, ну, пример, например, мы приехали в 2008 году в Канаду, 2008 год, значит, мы пошли к врачу, опять же, про медицину спикинов, да, и уже вообще во всем мире, я думаю, ну, во всяком случае, в Израиле, откуда мы приехали, любая медицинская история, все анализы, все, что вы делали, все это было уже в компьютере, вы проходили к врачу, он открывал ваш файл в компьютере и смотрел, значит, все же истории, все ваши анализы, причем это вы могли уходить к другому врачу, и все, что делал другой врач тоже, потому что была такая единая система, все это было видно, здесь, значит, мы пришли к врачу первый раз, и я с ужасом, с ужасом и удивлением обнаружила у ресепшенист, ну, вот на регистратуре, так скажем, да, за спиной, у нее был шкаф полный вот этих вот, знаете, бумажных папок на каждого пациента, где была, вот, записана вся его история болезни и так далее, и для меня это был шок, потому что я этого не помню уже с, наверное, с 90-х годов, еще из России, когда мы уезжали, и вот тогда вот у врачей были такие вот эти, знаете, где они историю болезни записывали, вот был такой вот папка, вот физически бумажная папка, а тут, значит, 2008 год, опаньки, у них все опять на бумажках, ручками пишут, ну, дела вообще, конечно, я офигела, и вот недавно, ну, вот какое-то время назад, я уже не помню точно какое, ну, уже, конечно, какое-то время, ну, вот, скажем, наверное, с 15-го года, может быть, немножко раньше, у них уже тоже все стало в компьютере, но не все, но, во всяком случае, у моего family doctor, у нашего семейного врача, приходишь, у никаких бумажек, он открывает ваше дело, и у вас уже все, значит, в компьютере написано, все анализы и так далее, но это вот, в общем, сравнительно недавно, вы представляете себе? То есть это, я рассказываю к тому, что в Канаде очень-очень тяжело внедряется что-то новое, и люди по привычке продолжают как бы делать все то же самое, все, что они привыкли, писать все на бумажке, и очень-очень-очень долго все, в общем, все очень-очень трудно им привить что-то такое, что они как бы не знают, что-то новое. Понимаете, с одной стороны тоже традиционность, мне нравится, мне нравится традиционность, я олд-фэшн человек, я люблю старые традиции, мне нравится, что люди соблюдают традиции, сохраняют традиции своей страны, своего народа, но я имела в виду традиционный в смысле вот нововведений, технологий, каких-то вот изменений в жизни, которые происходят, и от них нельзя укрыться, потому что до какого-то времени в Канаде, например, в воскресенье были закрыты все магазины, все были закрыты в воскресенье, в воскресенье нужно идти в чёрч, в церковь, молиться, нечего тут это самое по магазинам шастать, вот только недавно, с 80-80 каких-то годов, в воскресенье стали работать в магазине, и то очень короткое время, там, до 4-5, по-моему, в Европе до сих пор, вот в Германии точно я знаю, что в воскресенье до сих пор магазины не работают, так что не так землого в Канаде, но тем не менее. Ещё один пункт, он как бы переходит из предыдущего, Канада такая, знаете, это тоже как бы и плюс и минус, Канада такая, знаете, немножко сонная страна, это страна, где никогда ничего не происходит, и с одной стороны это хорошо, потому что мы приехали из Израиля, страны, где всё время что-то происходило, и там был такой движ, знаете, который тоже уже немножко было too much, и мы, собственно говоря, приехали в Канаду, тоже нам этот движ надоел, мы хотели спокойной жизни, мы приехали в Канаду, и тут сонное царство, тут, значит, вот, ну, знаете, всё очень медленно, никто никуда не торопится, абсолютно всё, ну, куда торопиться, знаете, машины едут со скоростью, там, 60 км в час, никто не превышает скорость, все очень такие, знаете, всё, опять же, вот я же говорю, вот та же вот вопрос медицины, то, что я рассказывала, и вот технологии, всё вот это вот, это как бы следующий пункт, что вот люди очень такие, знаете, они не, у них нету понятия, что время – деньги, что всё, в общем, надо торопиться, надо быстрее, надо куда-то бежать, надо всё успеть, надо посетить все выставки, все мероприятия, все, нет, какие выставки, какие мероприятия вообще, слушайте, надо выпить пиво и посмотреть футбол, то есть, ну, вы понимаете, да, что я имею в виду, в общем-то, это тоже как бы не то, чтобы это плохо, но через какое-то время вот это вот сонное царство вокруг вас начинает вас немножко раздражать и бесить, хочется какой-то движухи, а движуха здесь – это вообще как бы понятие такое очень, то, что здесь называется движуха, в других странах это вообще как бы не является даже вообще лёгким ветерком, дуновением. Следующий пункт, у меня на бумажке всё записано, чтобы вы понимали, я не просто так, я подготовилась. Следующий пункт – это я как старый шопоголик должна сказать, что в Канаде очень мало хороших магазинов, вот это меня, вот это бесит, вот это вот на самом деле меня бесит. Я смотрю блогеров из Европы, я смотрю блогеров из России, боже мой, там такие магазины, которых в Канаде не было и никогда не будет. Вы понимаете, я же хожу с вами по H&M, из Арии и по… Чё ещё у нас? Юниклодом, Масима Дутя, не от хорошей жизни, а потому что у нас, в общем-то, вот из всех этих, из масс-маркетов, из всего остального, у нас-то вообще больше ничего и нету. У нас есть канадские магазины, у нас есть несколько американских магазинов, но они все такие… Ой, ну что вам сказать, я не… Из американских магазинов мне нравится Банан Репаблик, и мне нравится ещё несколько магазинов, но в основном… Есть несколько неплохих, но в основном это какое-то такое, знаете, вообще, то есть какое-то ощущение, что они где-то находятся в начале 90-х, 2000-х. Мода какая-то, я им снимала там перед Новым годом блёстки платья с пайетками, вы видели там перед Новым годом, у меня есть влог, когда я ходила и примеряла платья, и вы видели, что я пошла в канадский магазин, и там такие фасоны, и такие, знаете, доисторические оцены какие-то. То есть, на самом деле, вот действительно, у нас в канаде так получается, что масс-маркет – это единственный такой доступный способ как-то одеться более или менее, и, во-первых, чтобы не разориться, потому что люкс, полулюкс и всё, что близко вообще лежало рядом с люксом, у нас стоит таких денег, что позволить от себя могут люди очень немного. Кто? Очень многие ездят, кстати, ездили, когда границы были открыты на шоппинг в Штаты, а сейчас границы закрыты, и даже этого мы лишены, потому что в Штатах магазинов намного больше, и они намного дешевле, а в Канаде всё очень дорого, и выбора абсолютно никакого, и даже то, что есть, вот даже тот же масс-маркет, у нас как бы они все-таки эти магазины такие маленькие, в них почти что ничего нет, в той же Заре я практически всё покупаю онлайн, потому что в самом магазине там как бы особо не на что смотреть, и даже вот, например, тот же Массимо Дути, ну куда уже масс-маркете е, ну это уже просто, или Юникло, вот у нас считанный магазин, Юникло у нас, Юникло, блин, у нас открыли там 4 года назад или 5 лет назад, до этого у нас вообще не было его, и есть там может 3-4 магазина на всё Торонто, Массимо Дути у нас тоже, по-моему, 2 магазина на всё Торонто, или что-то такое, Торонто и окрестности, Торонто, я понимаю, не сам город, это GTA, это Great Toronto Area, это Торонто и Suburbs, и пригороды, вот я, например, живу в GTA, это как бы полчаса от Донтаун, это, в принципе, уже не Торонто, со всеми Торонто, но Торонто со всеми пригородами. Так у нас этого Массимо Дути, там, наверное, может быть, 3 магазина, 2-3 магазина на всё вот это вот миллионы, миллионы людей. Это, конечно, бесит, это правда, что бесит. Девятый пункт, по-моему, уже, да, переходящий из восьмого отсутствия магазинов, люди очень немодные. Канада и мода, это вообще-таки, знаете, вещи несовместимые. Опять же, я смотрю видео из Европы, из Италии, из других европейских стран, и там народ одевается. Ну, я знаю, что не только в Канаде, я, например, знаю, что в Германии там не очень, я была несколько раз, там тоже как-то люди нехти как. Ну, в общем, в Канаде люди немодные, в Канаде люди одеваются функционально, удобно, недорого, тепло, комфортно и так далее. В смысле красоты, это вообще десятый номер, вообще там, скажем, элегантность или какой-то изысканность. Каблуки на дамах вы видите крайне редко, в основном на девушках из бывших советских республик или восточноевропейских девушках. Местные дамы каблуки вообще не признают. Далее всегда джинсы, майка, футболка, курточка, кроссовки. И, в общем, все вот. Ну, на работу, например, вот у нас в офис джинсы может только по пятницам. А так, в принципе, у нас, в принципе, надо бы одеваться. И вот такой стандартный набор. Девушка, значит, женщина в офисе. Это черные брюки, серый топ какой-то, значит, или блузка, или какая-то кофточка. Коричневые брюки, бежевый топ. Или вот, если она одевает черные брюки и белую рубашку, это уже нарядная. Она, значит, вышла вот нарядная. Там украшения, все вот это вообще никто не... Духами пользоваться нельзя, потому что у половины офиса аллерген, духи. То есть, вот вы понимаете, что в Канаде вообще духами пользоваться практически нигде нельзя, потому что очень у многих аллергия. И очень многие от этого страдают страшно. И, в общем, очень многие даже в офисах и местах написано, что ну парфюм. Значит, чтобы люди, которые с парфюмом, с духами, с запахами резкими, туда вообще даже не заходили, потому что есть очень много там работает людей, сидит, у которых аллергия на парфюм, и они поэтому, значит, вот просто вообще не пользуются. У нас на работе, кстати. У нас есть два человека, у которых аллергия на парфюм, и у нас просят не пользоваться. Но я делаю это иногда, почти всегда. В общем, я нарушаю. Не подходите ко мне, если у вас аллергия, и все. Я вот сижу, вся пахнула. Вам не нравится? Не подходите ко мне. В общем, да, и, в общем, как бы моды в Канаде нету, стиля в Канаде нету. Очень редко. Где-то в Торонто, наверное, в самых таких фэнсиш-мэнси нейборхуд, и где-то, где живут очень-очень фэнси состоятельные люди. Я тут там никогда не бываю, и они не окружают меня, эти люди. Ну, как бы я тоже живу в городе, который не самый такой, этот, совсем неплохой город, но тебя не вижу. Это дневные одежды, люди не одеваются красиво, люди не одеваются нарядно, люди не одеваются как-то ярко. Все очень-очень такие базовые цвета, базовые тона, базовая одежда. В общем, серая масса, вот, скажем так. Это прям бесит, вот прям бесит, да. И последний пункт, девочки, последний, я так долго разговаривала, последний пункт, это погода, это зима, это не погода. Тоже как бы, с одной стороны у нас 4 сезона, это хорошо. Я приехала из Израиля, страна одного сезона. Там либо жарко, либо очень жарко. А в Канаде 4 сезона. Это классно, это прикольно, это здорово, это полезно для организма, когда меняется погода и так далее. Но зима в Канаде длинная, зима в Канаде снежная, зима в Канаде тяжелая, холодная, неприятная. И вот, знаете, как у нас есть такая шутка, что к концу зимы где-то, зима у нас кончается, в общем-то, в марте, в апреле даже бывает снег еще, и вот в этом году тепло. Но, в принципе, у нас прям, знаете, вот бывает. К концу зимы, то есть это где-то в конце марта, каждый канадец задается вопросом, зачем я живу в этой стране, почему я не живу в Калифорнии, почему я живу во Флориде, почему я живу в этой стране, в которой такая жуткая погода, и так неприятно, и такая долгая, такая холодная, такая неприятная снежная зима, и мы должны с этим сражаться и бороться с этим снегом, с этим льдом, со всеми, с этим ветром, с колючим, морозным, в общем, короче, это, знаете, ну не то, что меня бесит зима, я люблю зиму, но недолго. Я люблю снежок, мороз, это все прекрасно, теплые, красивые зимние вещи, свитера, шубки и так далее. Но долго в Канаде, очень долго, очень холодная зима, снежная, это, конечно, небольшой минус и большое неудобство этой страны, хотя не самый большой минус вообще. Погода, это вообще, я считаю, не самый большой минус любой страны, даже если там очень холодно или очень жарко, в принципе, все это решаемо, и все это можно пережить. Есть гораздо больше недостатки, поэтому погода, как бы, это один из недостатков, но не самый большой. Все, наговорила, наверное, на полчаса, минут на 40. люблю целую увидимся в следующем видео обязательно подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте мне лайки с вами была ваша дита пока варабай